Здравствуйте, уважаемые любители футбола. На телеканале спорт трансляция из Самары. Первый раунд кубка UEFA и самарские крылья советов принимают голландский клуб АЗ. Ну или если так уж совсем говорить распространенно правильно, АЗ Алкмар. Ну и давайте для простого этот клуб частенько называют просто Алкмаром. И в свое время выиграл Лигу чемпионов в 95-м году с юным, совсем юным Аяксом. Затем долгое время управлял не кем-нибудь, а Барселоной. Выиграл много всяких трофеев в Испании, но вот с Еврокубками уже дело складывалось похуже. И вот сейчас на родине у себя работает Луи Ван Галь. Нам показывают составы обеих команд. Давайте я так откомментирую состав крыльев. Итак, в воротах Эдуарда Лобос, седьмой номер Антон Бабер, 22-й Мэтью Бут, 14-й Карен Дахаян, 15-й Андрей Гусин, капитан команды, 6-й Андрей Соломатин, 9-й Денис Ковба, 2-й Костин Ашааве, 10-й Виталий Булыга, 3-й Лейлтон и 8-й Баба Адаму. Вот такой вот состав сегодня выставил на этот матч Гаджи Гаджиев. Ну, можно говорить о том, что, безусловно, у АЗ состав более опытный в смысле Еврокубковых встреч. Можно еще раз вспоминать о проблемах крыльев, которые возникли по ходу этого сезона. Но давайте мы лучше делать этого не будем. В конце концов, у них есть Алкмар, а у нас есть наши российские крылья Советов. И мы будем очень надеяться, что сегодня крылышки будут биться до последнего. Во всяком случае, во всех тех матчах, которые мы уже видели в Еврокубках под управлением Гаджиева, просто команда из себя выжимала максимум. Игра пока равная. Очень опасный момент возле ворот АЗ. Ну, нужно забивать. И сейчас будет гол. Гол. Самарцы открывают счет в этой встрече. Это Лейлтон, по-моему, сместился с фланга. Обыграл воротаря и пробил ворота. Да, сила Лейлтон. Открывает счет. Нет, нам показывают Бабу Адаму. Все-таки Бабу Адаму забил. В любом случае, отлично, что самарцы открыли счет в этой встрече. Блестяще все было сделано. И зевнули гости. Зевнули вот эту контратаку, в результате которой форвард Крыльев оказался в одиночестве перед воротами соперника. Классно обвел воротаря и спокойно расстрелял пустые фактически ворота. Не дал никому из защитников даже шанса препятствовать тому, чтобы мяч оказался в сетке. 1-0. И самарцы открывают счет. Блестяще все. Но нам все-таки Лейлтон показывает. Да, видимо, Лейлтон забил. А Гаджиев по-прежнему невозмутим. Он-то прекрасно знает, что это только начало. Давайте посмотрим всю комбинацию самого начала. Шааве. Осмотрелся Шааве. И очень хороший пас. И блестяще здесь сыграл Бабу Адаму в касание. Он вывел Лейлтона к воротам. Тот спокойно обыграл воротаря. И открыл счет в этой встрече. Ну, правда, здесь же рядом с Пересом и Флара находятся. И Штайншарс. Удар к воротам. Мяч в стенку попадает. Ничего страшного у голландцев не получается. И вот вторым ударом, к сожалению, получается. Мяч заскакивает в угол ворот. Со второй попытки. Ну, какой-то довольно неприятный гол. И даже частично нелепый. Пусть даже удар и получился. Флар все-таки забил. Но вот Флар свою уже... Ну, не то что оплошность. Когда забивали в ворота АЗ. Флар был беспомощен. А вот сейчас ответил. Удар слету. Неплохой, точный. Но при этом не очень сильный. Не хочется, в общем, сетовать на то, что это какой-то нелепый гол. Данцы забили гол. Использовали стандарт. Но, к сожалению, для нас. Давайте еще раз посмотрим, как Флар забивал. Мяч ему здорово лег на ногу. Да, удар получился, конечно. По точности просто уникальный. Закрученный. Я, честно говоря, не был уверен, не ошибся ли Лобос. Но в таком случае ему выручить свою команду было невероятно тяжело. Интересно, сколько раз нужно Флару еще раз пробить вот с этой дистанции. Таким же образом, чтобы он хоть раз в примерную зото джигу попал. Ну, теперь вот нечто похожее возле ворот АЗ. Примерно после розыгрыша штрафного с такой же точки. Футболисты голландского клуба забили гол. Ну, и вот вам, пожалуйста, ответ. Причем хороший ответ. Антон Бабер пробил. По-другому немножко. Все, самарцы разыграли. Мяч не направлялся в стенку. Наоборот, Бабер высокий. Но, надо сказать, довольно хитрым ударом направлял мяч в ворота. И Хэнк Тиммер, голкипер Алкмара. Ну, может быть, он, правда, видел, что мяч уходит в сторону. Мним в ворот, поэтому и не прыгнул. Еще четверть часа. Ну, кто знает, может быть, сумеет еще крылья забить Ковба. Прорывается по правому флангу. Бьет Ковба. Отбивал-то мяч Тиммер мяч прямо перед собой. Сразу не просто проявился, но еще совершил рывок. Обошелся того же Флама Денис Ковба. Еще одна передача. И мяч едва в свои ворота не срезают самарцы. Пришлось и Лобосу потрудиться. И воротарь себя проявил с самой лучшей стороны. Упал. Бросился на мяч. И вытащил мяч буквально из дальнего угла ворот. Давайте еще раз посмотрим. Вот на этот эпизод. Но Андрей Гусин, без сомнения, хотел как лучше. В общем, ему удалось прервать довольно опасную передачу. Все-таки Тиуи. И бьет с левой ноги. Бьет точно в Лобоса. Но внимательно челюстский голкипер следил вот за этим перемещением полузащитника. Получилось у него исключительно скверно. Но это уже не так важно. А это нам показывает момент, когда Мараканец бил за несколько минут до этого. Ковба. Хорошая передача Ковбы. Прекрасный момент сейчас был у самарцев. Просто не получился удар. Мне показалось, что мяч подпрыгнул перед самой ногой Виталия Булыги. И тот просто не попал по мячу. С линии штрафной. Давайте еще раз посмотрим, как Ковба промахнулся. Булыга. Ну и он чуть-чуть успевал. Чуть-чуть не добегал до мяча. Быстрая передача на Баба Адаму. Но вот скорости бы ему как здорово обыгрывает. Ну, нужно бить удар. Это шедевральный. Просто шедевральный гол забивает Баба Адаму. Может быть, скорости ему не всегда хватает. Но посмотрите, как он соперника обыграл. Я, честно говоря, наверное, можно вспомнить такие голы. Помнится Пол Гаскоин в 96-м на чемпионате Европы. Что-то подобное забил ворота сборной Шотландии. Наверняка вы, уважаемые телезрители, еще что-нибудь можете вспомнить. Но посмотрите, как красиво. По-моему, еще в прошлом году, в позапрошлом, где Драгба в бытность игроком Марселя тоже подобный мяч забил. Посмотрите, как здорово все сделал Баба Адаму. И как он обыграл защитника и, по-моему, вполне поквитался с Фларом, у которого такой красивый гол получился. Потому что не только ответил забитым мячом Баба Адаму, но еще и посмеялся буквально над Фларом. Очень красивый мяч. Вот только бы сейчас... Нет, желтая карточка Баба Адаму не получила. И свисток сразу дал арбитр. И так уходит команда на перерыв при счете 2-1 в пользу Крыльев. А в прошлом году... Как здорово все. Еще одна прекрасная возможность сейчас. Правда, едва голландцы в собственные ворота мяч не отправляют. Так вот, если вы видели матчи Алкмара, например, в прошлом году, в Кубке UEFA, или в этом году в чемпионате Голландии, то наверняка вы помните, как здорово, задорно умеет эта команда атаковать. Блестящая передача Баба Адаму на Лейлтона. Немножко в момент обработки не получился. Бразильцин перескочил через мяч. Это и помогло защитнику его нагнать. Шава подает угловой. На вес шава от угла поля. Удар, гол! 3-1! Великолепный Денис Ковба! Ну что делают крылья? Это замечательная команда по настрою. Просто великолепный. Я не знаю еще как радоваться. Посмотрите, что демонстрируют футболисты крыльев у кромки поля. 3-1! Ну кто этого ждал? И как бы этот матч не закончился? Самарцы просто молодцы, умницы! И какой удар! И снова гол-то какой! Великолепно забивают крылья. Вы посмотрите, как попал Денис Ковба аккуратно в паутинку в самую. И Дениса Ковбу поздравляют его партнеры. Итак, счет становится 3-1. А преимущество самарцев составляет уже два мяча. Посмотрим, как будет дальше. Идут вперед голландцы и вязнут. В плотной многослойной обороне крыльев. Вот, по-моему, первый раз мяч дошел до ворот Лобоса. За последние, наверное, минут 10. И нахмурился Луи Ван Галь. Удар, вот это неприятно. Все-таки использовали свой шанс голландцы. Не могло все так складно получаться. Наверное, все-таки АЗ такая команда, которая вперед идет до последнего. И голландцы не мытьем, так катанем мяч в ворота отправили. Хотя мы тянут. Что же дело мы тянут так близко к центру поля. Да, вот здесь упустили. Снова дальний удар. Если скажу честно, я вот не ожидал такого развития событий. Все вроде бы складывалось для крыльев относительно хорошо. Но вот упустили Кеннито Переса. Удар и мяч в сетке. Три-два. Три-два в пользу крыльев. Ничего страшного не случилось. Крылья пока ведут. Но вот сейчас нужно повнимательнее действовать. Самарцы, ну как же так позволили? Буквально в одиночку Пересу обыграть практически всех, кто перед ним находился. По очереди самарцы бросались. Все эти, знаете, напоминало футболку каких-нибудь 50-х годов. По очереди бросались на Переса. И он их обыгрывал. Вот обошел Бута, Соломатин. Ушел в сторону от Бобра. И причем обыгрывал одним и тем же симптомом, достаточно немудреным. Хорошо ударный получился. Высокая передача. Не получилось. В общем, задуманно было неплохо. Но может сейчас вот что-то получится. Удар! Гол! Был, был гол. И все-таки самарцы четвертый раз отправляют мяч в сетку соперника. Андрей Гусин это делает. Хотя мне показалось, что мяч еще раньше оказался в сетке. Фантастический матч. Мы с вами смотрим. Но здесь сказывается и то, что АЗ тоже особо обороняться-то не любит. Больше любит атаковать. И как же здорово играют самарцы. Лейлтон. Удар через себя фантастический. И посмотрите, мне все-таки кажется, что вот здесь мяч уже пересек линию ворот. Но судья не зафиксировал. И Андрей Гусин ну просто молочина. В падении мяч в ворота переправил. И так мяч убуднет. Это бил Баба Адаму. Нет, все-таки мяч в ворота не попал. И Гусин в падении добивает мяч в сетку. 4-2 в пользу Крыльев. 4-2. Нам еще, между прочим, с вами смотреть и смотреть. И наслаждаться и наслаждаться. Еще один навес. Головой нужно выигрывать эту борьбу. Лобос. Защитники не справились. Но Лобос вовремя спас. Вот так било с разворота. Очень красивый удар сейчас по воротам соперника нанес Тарик Сектуи. Если не было, кстати говоря, здесь положение вне игры. И точно в ближнюю девятку летел мяч. И опытный, уже обыгравшийся в нашем чемпионате Лобос, уверенно перевел мяч через перекладину угловой. Последний Луи Вангаль использует возможность. По-моему, у Матэйсен разминался удар. Просто простили. Просто простили. Мне показалось, что мяч летит в ворота. Но как же так можно при таком изобилии на поле? Действительно, я серьезно скажу, мастеров игры головой. Особенно по сравнению с голландцами тут явно превосходят Самар. Да и не только. Все-таки игроки в составе Крыльев головой играют просто великолепно. Остается играть уже меньше десяти минут. Голландцы атакуют, не трогают только соперников. Мяч влетает в сетку. Ну что ж тут поделаешь-то? Ну не хватает чего-то с Самарцем в обороне. А голландцы идут вперед и забивают. 4-3 становится счет. 85-я минута. Шатар Виладзе забил. Давайте мы еще раз посмотрим. Не было здесь положения вне игры. Надо это признать. И вот туда. И вот здесь еще не повезло. Но удар-то не получился. Очень легко. Орвеладзе, конечно, обошел Гусина. Ну и опять повезло. Мяч от Лобоса отскакивает футболиста Алкмара. И затем уже заскакивает в ворота. Ну что тут будешь делать? Три мяча забили сегодня футболиста Алкмара. И в общем в первом и третьем без везения не обошлось. Хотя, конечно, без мастерства тоже. Но я спорю с этим бессмысленно. Удар по воротам. И Лобос мяч зафиксировать не сумел. Левым флангом атакует Алкмар. Навес. Мне опять показалось, что мяч в ворота. Летит, я, честно говоря, аж вздрогнул. Но нет, мимо. Пока мимо идет 87-я минута встречи. Давайте мы еще раз все посмотрим. Нам опять показывать, как забивал Арвеладзе этот мяч. Смотрите, насколько чаще нарушали голландцы сегодня правила. Им просто повезло, что арбитр позволил им... Гол! Гол 5-3! Но это изумительно. Бобер что делает с левой ноги? И фантастические мячи сегодня забивают самарцы. Очень вовремя. Ну, просто матч уникальный. Абсолютно уникальный матч. И Бобер приносит таки крыльям преимущество. В два мяча уже в добавленное арбитром время. Ну, почему бы еще тогда не забить? В самом деле, еще играть-то 3 минуты. Давайте посмотрим. Антон Бобер. У меня вообще-то правая нога рабочая. Я не помню даже, чтобы Антон забивал левый. Но он-то сам наверняка может их вспомнить и рассказать. И удивительный по красоте удар в дальнюю девятку. 5-3! 5-3 в пользу самарских крыльев. И прекрасные шансы у самарцев сегодня. Ну, в общем, доказать, что они просто лучше Алкмара. Если бы не небольшие огрехи в обороне. Все бы могло закончиться совсем здорово сегодня для самарцев. Атака 5-3. Два мяча преимущество самарской команды. Алкмар вперед идет. Соломатин в подкат упал. Удар. Опасный удар. Хотя было такое впечатление, что даже если бы мяч шел в ворота, в этом случае Лобос бы дотянулся до него. И опять Перес. Здорово. Как же здорово на удар поставлен. Очень четко. Как укладывают мячи в сторону ворот. И свисток дает Бряков. Все. В фантастическом поединке самарские крылья выиграли у голландцев. У Азе Алкмар со счетом 5-3.